здравствуйте да у нас сегодня было много про нам сегодня было много про науки и тут возникает вопрос о том как же мы ко всему этому делу замечательно приехали и так классический подход того что когда мы говорим о науке мы начинаем с древней греции многие не акцентируют вопрос внимания на том почему именно древняя греция суть в самом языке латынь это некий такой язык можно сказать капитана очевидности у них все было достаточно напрямую вот мы смотрим на человека там кость это ось тела осциус сзади у нас что-то вертится вертебра позвоночник то есть все логично последовательно просто если вы студент биологической или медицинской специальности у вас возникает в один момент такой выбор изучать подобный учебник латыни или там ботаника микология физиология там просто кошмар сколько всех терминов учить и кажется все это нереальным но изучая латынь приходишь к тому что все достаточно просто легко и последовательно они что видели о том и говорили то есть примеру вы находитесь на экзамене по микологии вам дают какой-то образец рж называй что это вы видите что-то рогатая красная безумие и вот так и клавица порпера вот красная рогата и декор пятерочка все отлично а а это такой простой последовательный научный метод который базируется на формальной логике с основателем ее является аристотель формальная логика аристотеля базировалась от сведения от общего к частному то есть все люди смертны сократ человек сократ смертен вот такая простая последовательность формальной логике к тому же в древней грецы почитали теоретический научный подход к анализу всего происходящего нежели постановку эксперименты проведения каких-то доказательных методов но так как в те времена в тренде был гедонизм и когда у вас в одной руке чаша с вином а в другой закуской как так она сложно но можно рассуждать и философствовать то есть если мы подойдем с этой позиции к примеру вот у вас руки заняты на вы так смотрите вокруг все люди пьют так он но не из всех присутствующих являются философами не все алкоголики философы вот такой вот простой вывод по формальной логике если мы движемся от аристотеля и это достаточно простой подход которому человечеству хватило в принципе так на порядка двух тысяч лет основная подвижка у нас происходит в уже средние века когда количество знаний накопилось надо было что-то как-то систематизировать что-то делать доказывать вот как раз ненасильственными методами тут конечно же большое спасибо стоит сказать фами аквинскому он с вот этой позиции формальной логики описал религию у формальной логики есть некая такая погрешность она создает иллюзию знаний то есть ваши знания не базируется на предыдущих выводах и соответственно так вот религию так как фома аквинский был очень большим поклонником аристотеля он так все это хорошенько скомпоновал и людей стали реже сжигать на кострах что позволяет нам пронаблюдать следующее развитие ситуации коперник в свое время предположил о движении о гелиоцентрической структуре нашей солнечной системы а галилео галилей как бы доработал его теорию улучшив позорную трубу так сказать и доказал уже исходя из движения небесных светил как она тогда называлась их траектории что да таки действительно земля движется вокруг солнца они мы являемся центром вселенной так он один из первых людей которым удалось как раз тех самых костров избежать то вот тут вот как бы дело так и сдвинулась с мертвой точки дальше у нас происходит такой достаточно крупный период истории там промышленная революция и прочие рассуждения о том как мы будем модифицировать научную теорию метод но об этом чуть попозже сейчас мы перейдем самой сути того ради чего мы сегодня собрались вот это базовая конструкция научного метода все выглядит достаточно просто и кажется что ну как же это так люди раньше к этому не дошли но им этого просто тогда не надо было не было никакой необходимости в таком массовом накоплении знаний и расширение каких-то теорий если мы сейчас начнем применять это вот на практике простой пункт цель на самом деле вот если вы так задумайтесь поставить цель исследования она не всегда так просто вот примеру вы пишете научную диссертацию на то если многих аспирантов спросить то в моем случае цель выглядит если мы как-то действуем на организм то он как-то реагирует шикарно конкретика вот и исходя из предыдущей лекции по теории хаоса она губит все дальнейшие пункты исследования можно поставить какую-нибудь абстрактную цель вот мы пройдемся по этим пунктам к примеру вы хотите быстро добраться из точки а в точку б вы поклонник к примеру поездов и вы начинаете анализировать что мы движемся с какой-то скорость у нас там есть трение сопротивление воздуха но поскольку мы на поезде у нас ну так как экономим на трение можем больше груза собой взять плюс еще там совершенствование паровых двигателей и вот уже на этапе анализа можно просто до бесконечности рассуждать и так и не дойти до всех остальных пунктов но экономика является таким сильным движущим фактором в мотивации человека и мы переходим плавненько к гипотезе что ну давайте мы сделаем на электротяге все компактненько экологически чисто осталось подобрать метод наших исследований о том то есть метод может быть чисто теоретически мы можем рассчитать там все эти параметры может прикладно еще что-то и вот когда мы до всего этого дошли сама кульминация то есть то что все видят в науке это эксперимент мы строим какие-то пробные рельсы какой-то пробный механизм и запускаем его и она не едет в основном со старту потому что все развитие научного метода она базируется на предыдущих исследованиях чем больше у нас база тем больше и шире мы можем предполагать наперед вот тот самый хаос но наука его стремится контролировать и использовать в личных целях и вот когда мы этот холстом поехала не поехала мы интерпретируем наши данные как почему то есть если все хорошо мы пишем отчет то есть да мы предположили такую-то гипотезу все сработало все шикар шикарно если нет мы тоже пишем отчет о том что все плохо но мы дальше возвращаемся к пункту думаем на каком же этапе у нас что пошло не так и вот и все логично последовательно просто но современной науки ее объема знаний которым мы сейчас обладаем это уже сложно применять и вот эта базовая конструкция обладает множеством настроек и модификаций для каждой конкретной науки сути исследования и так далее собственно возвращаемся к тому самому периоду промышленной революции позитивизма в науке и прочим штука научный метод познания на пункте эксперимента они бывают нескольких типов теоретический ну все просто у нас есть база знаний мы предполагаем делаем гипотезы рассчитываем моделируем моделируем это связано с тем что иногда мы не можем физически взаимодействовать с нашим объектом исследований но пласт знаний которым мы обладаем уже позволяет это как-то рассчитать и предположить и вот эта теория становится базой для эмпирического метода когда уже мы в прямую что-то берем и что-то делаем тем или иным методом но все вот это нагромождение вызывает некоторую путаницу как сказал энштейн безумие это повторение одних и тех же действий в надежде на другой результат как мы помним из теории хаоса данное утверждение в современной науке теряет смысл но для науки того периода это где ну вот как раз там изобретение атомной бомбы прочего это было фундамент фундаментом научного метода при одних и тех же условиях при одних и тех же входящих данных мы должны получать один и тот же результат но нет и вот тут начинаются ряд споров а вот если мы посмотрим на простую картинку пять красных кружочков форме квадратных треугольничков мы видим взаимодействие различных наук к примеру биологии химии физики математики каждая наука исследует истину наш мир в котором мы находимся под своим узконаправленным прямым углом и дает свои результаты исследований каждый из них обладает доказательствами что их исследования верны но никто из них не обладает истинными знаниями о том что же мы все-таки изучаем и тогда ученые решили что надо бы все это как-то скомпоновать и объяснять что у нас есть научная что не научная что хорошо что плохо и вот как раз в период 17 ближе к 18 век в науке начинается такой период как позитивизм наука со знаком плюс то есть мы не говорим о том что это хорошо это плохо а именно те научные знания которые дают нам расширение базы научной к примеру с тем же аристотелем вот аристотель жил по этой же форма по его же формальной логике мы видим что до аристотель человек он жил это вот такой научный кусочек аристотель жил и занимался философией еще один маленький кусочек да у нас есть источники исторические которые подтверждают то что он этим занимался это еще один маленький позитивный прирост в науке а потом мы говорим что он занимался теорию супер струн ну нет как бы это уже не позитивный прирост знаний то есть это не то что плохой он просто не является научным приростом знаний такая концепция разбиения фактов на маленькие кирпичики проверяемые это наука или не наука очень понравилась всем окружающим и начали просто тулить куда попало прямо в искусство то есть если вы рисуете картину в стиле натурализма и все уже рисовали такие картины то это не научное действие а если вы взяли нарисовали картину в гипер реализме и это является первой картиной в этом стиле то вы совершаете научное открытие которое расширяет базу знаний но если вы дальше опять продолжаете рисовать гипер реализме и остальные рисуют гипер реализме то это уже не научное расширение это просто прикладное применение знаний вот и все бы казалось хорошо но ситуация начала упираться в то что у нас были какие-то теории они сначала казались истинно верными потом они модифицировались потом всплывали еще какие-то забытые факты и дело как-то с мертвой точки не двигалась то есть к примеру 16 век математики говорят корень из минус единицы вычислять вычислить нельзя все-таки ну хорошо вот потом научно-технический прогресс и физики такие мол переменный ток ребята можно математики шикарно подогнали формулы рассчитали там придумали как это назвать и физики математики нормально себе работают и дело движется но есть ученые которые не согласны с другими учеными а как это так вот мы считали одно теперь другое и давайте что-то по этому поводу думать потому что как же так и вот таким хорошим представителем позитивизма является карл поппер вот его подход в науке базировался на фальсификации фальсификация это в научном понимании существование таких условий когда научная гипотеза невыполнима то есть если ваша научная работа фальсифицируемая то это научная работа если вы говорить о том что это истина абсолютная и она никак не может быть фальсифицирована то скорее всего это шарлатанство простым примером является утверждение вот мы говорим что луна сделана из сыра потому что она такая же круглая желтая там с рельефностями какими-то эту гипотезу мы можем фальсифицировать то есть построить ракету полететь туда взять пробу грунта так ну камамбер все значит подтвердили или опровергли с научной точки зрения утверждения что у нас создана из сыра или из кремнезема или мне есть алмазы металл же металлическое ядро до того как мы полетели и проверили это по факту являются одинаковыми научными гипотезами а вот предположение о том что уменьшение употребления мяса в пищу улучшает вашу карму это не научная теория так как мы не можем не померять эту самую карму у нас нет никаких косвенных или прямых доказательств того что есть органы или структуры в человеческом организме ответственные за это то есть возьмем допустим электрического скота да он свою жертву убивает электромагнитным полем которому она тоже вроде как и невидимо но его мы можем померять какими-то устройствами что доказательно а если бы даже у нас не было таких устройств то мы могли бы предположить что внутри скота есть некие структуры сделать его вскрытие на эти клетки которые по своей функциональной особенности схожи там с литий-ионными аккумуляторами в них содержится во многом медь и тогда мы можем утвердить ждать что употребление скатами к примеру ракообразных улучшает их электромагнитное поле ну грубо говоря потому что у ракообразных в крови как раз большое содержание меди и вот вот эта взаимосвязь она научна потому что она может быть сфальсифицирована тем что скаты могут и не употреблять ракообразных ну как-то так дальше позитивизм перерастает в пост позитивизм когда все перестало делиться на такие простые методы и дробления и последователем опера стал локотос он дорабатывает его теорию о фальсификации его теория становится элегантной фальсификации то есть мы смотрим куда-нибудь на звездное небо видим звездную систему и в ней есть планета мы предполагаем что по-хорошему эта планета должна двигаться по некой орбите но она по ней не движется с точки зрения фальсификации периода позитивизма мы должны просто все отвергнуть и сказать что все неправильно но локотос говорит о том что давайте не будем торопиться ведем некоторый внешний фактор которым мы еще не знаем это называется адхок теория то есть планета как-то движется мы предполагаем что есть некое другое космическое тело которое влияет на ее движение вот эта теория тоже может не подтвердиться мы предполагаем еще что-то еще что-то и вот сама теория в себе же культивирует эти факторы и методы которые при достижении определенного этапа получая свое подтверждение и обратненько так красиво сворачиваются развивая научный горизонт познания и вот об этих горизонтах томас кун один из таких вот ярких представителей вот уже пост позитивизма и исследования науки как таковой на сегодня у нас есть некая проблема что прошла уже эпоха романтизма в науке что ученые-одиночки которые могли что-то открыть что-то исследовать теперь это все комплексные работы лабораторий многих людей и вот что-то делаете в своей научной работе к примеру у вас есть устройство которое меряет там n показатель в диапазоне от 0 до 10 и вы вы так меряете у вас там пять шесть пять шесть все отлично и тут что-то происходит не так и вы получаете результат 150 но возникает вопрос откуда у вас этот результат 150 и вообще как вы на нем померяли на устройстве у которого диапазон 0-10 на вы приходите к научному руководителю и говорите что ну вот есть некоторое такое артефактное явление а научный руководитель вам отвечает что так сроки диссертации горят ты меня подставляешь бюджет нам выделили давайте как-то шевелиться и вот эта теория она откладывается на полочку дальше вы выходите со своим докладом говорить 5-6 все шикарно вам так похлопали молодцы мы тоже предполагали мол 5-6 новое место нас выполнили научную работу и вот вы приходите потом домой так сидитесь уже диссертация защищена и вы думаете что надо бы как-то эти научные знания все-таки использовать потому что ну все-таки показатель окружающие вам говорят что ну извини мужик ты сказал 5-6 там британские ученые сказали 5-6 еще кто-то сказал 56 ну и куда ты теперь ты сам сказал что это невозможно теперь сам начинаешь портить же свою диссертацию ну и к тому же где ты возьмешь деньги на эти исследования потому что современная наука она стоит на промышленных рельсах у нас есть какая-то энная гипотеза и мы ее так масштабненько по полной программе используем и добываем из нее научный результат у нас есть автоматические системы определения расчетов все и мы загрузили реактивы в манипулятор посчитали модельку на суперкомпьютере включили и дальше ждем к примеру рынка за открытие рынка получили нобелевскую премию сейчас его рассчитали и за каждую неделю в среднем там по 4 5 новых типов рынка открывается некое такое обесценивание научного знания и потребность даже возникла в новом в новой номенклатуре для этих молекул рнк потому что их надо просто в огромную базу гнать но в один момент эти промышленные рельсы приезжают в тупик и нам уже нечего исследовать и нам нужны какие-то новые гипотезы новой теории надо как-то дальше двигаться и в этот момент мы вспоминаем а кто-то же сказал 150 было вот а давайте кому там посмотрим а что же еще и вот момент когда количество вот этих артефактных показателей накапливается а нынешняя познание истощает себя и происходит по куму научная революция переосмысление знаний фактов и того что у нас есть и то что мы утверждаем сейчас она истина для нынешнего уровня развития науки позже будет все по-другому и местный кот леопольд формате всех философов он сказал что а давайте мы вообще не будем отвергать никаких теорий ничего все что мы предполагаем должно стать базисом для наших дальнейших исследований то есть представьте себе такую ситуацию у нас есть некоторый круг наших знаний все что в центре это факты которыми мы обладаем то есть у нас есть камень мы говорим что он твердый но допустим там сколько он выдержит 500 паскаль тысячу 2000 может быть уже не выдержит вот этот факт он как раз подпадает по позицию фальсифицируемости что есть пределы пока это истина потом она уже не истина дальше за этим кругом у нас гипотезы и предположения которые мы не можем не подтвердить не опровергнуть и только вот эта тоненькая каемочка между фактами и гипотезами является наукой и вот в ней как раз и скрыта сама суть что все факты все что мы еще не подтвердили или как-то иначе она становится ядром для нашей наших будущих исследований и наших следующих шагов и мы сдвигаем эту границу наших познаний чем увеличиваем периметр этого круга и расширяем суть науки и наших исследований и вот все вот эти факторы лакатоз кун фейербанда вот все вот эти вещи являются модификаторами для той базовой последовательности научного метода и в зависимости от того что мы исследуем как мы исследуем и нам необходимо модифицировать ну и последним пунктом для самых таких любознательных небольшой небольшая подборка литературки на вечерние отчтиво спасибо за внимание